Девушки отдыхают Неудивительно, ведь он даже работал моделью Атлетическая фигура, приятные черты лица и хорошие актерские способности Для него были открыты все двери звездной жизни Но увы, от неприятностей не застрахован никто В том числе и красивые и успешные люди К сожалению, сейчас уже мало вспоминают о нем В 2013 году он пропал без вести и о его судьбе долго не было ничего известно Алексей родился 18 февраля 1975 года В Ленинграде в семье ученых После окончания школы собирался пойти по стопам родителей И поступил на биолога почвенный факультет Однако вскоре он бросил учебу и начал перебиваться случайными заработками Алексей с легкостью менял профессии Работал в такси, тренером, грузчиком и даже моделью Когда Алексей пытался сделать карьеру в модельном бизнесе На него обратил внимание начинающий кинорежиссер Тимур Бекмамбетов Который в 1998 году пригласил его сняться в своем фильме «Гладиатрикс» в роли Флавиуса Это были интересные съемки, которые продолжались в течение трех лет Из-за ограниченного бюджета После этих длительных съемок Алексей понял Что он хочет связать свою жизнь с актерской профессией И в 2002 году подал документы в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства Которую окончил в 2006 году Широкую известность Алексей получил в 2003 году После выхода на экраны популярного исторического сериала «Бедная Настя» В сериале он исполнил роль конюха Также он снялся в культовом телесериале «Бандитский Петербург» В котором сыграл роль Игоря, телохранителя антибиотика Затем были такие известные сериалы, как «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Ленинград» В которых Алексей зарекомендовал себя как неординарный и харизматичный актер А участие в таких фильмах, как «Янтарный барон», «Двое из Ларца 2», «Морские дьяволы 3» и «Товарищи полицейские» Только добавили популярности талантливому актеру Но 13 февраля 2013 года Алексей Осипов неожиданно исчез И по обрывочной информации было ясно одно Что актер вышел прогуляться по льду Финского залива и не вернулся домой 20 февраля у Осипова были назначены съемки очередного фильма Но в назначенное время он не явился Алексей в течение нескольких лет встречался с девушкой Ольгой Которая и сообщила в полицию об исчезновении своего возлюбленного Как выяснилось, 13 февраля 2013 года Ольга и Алексей вместе отправились на прогулку Они ехали на автомобиле и остановились недалеко от города Ломоносово И вдвоем вышли на лед Финского залива В тот день было холодно Ольга замерзла и вернулась в машину Девушка долго ждала Алексеева в то Но он так и не вернулся Спустя некоторое время Ольга отправилась на поиски Осипова Но это не дало никаких результатов Помимо сотрудников полиции К поискам пропавшего актера подключились Профессиональные спасатели и волонтеры Но им тоже не удалось определить его местонахождение Алексей был объявлен пропавшим без вести Но близкие и друзья артиста надеялись Что он вскоре объявится живым и здоровым Но надежды родных Алексея не оправдались Спустя полгода, 22 июля 2013 года Тело было обнаружено у дамбы в районе города Ломоносово Была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила Что это тело пропавшего актера И сразу возникли две версии произошедшего Одни утверждали, что это был несчастный случай Другие были уверены, что Алексей добровольно ушел из жизни Подруга актера рассказывала Что Алексей перед своим таинственным исчезновением Прислал ей очень странное СМС Если хочешь, то продавай все и уезжай в Финляндию Друзья Алексея уверяли следственные органы Что он не мог случайно упасть в воду Ведь Осипов был опытным спортсменом Он занимался болди-билдингом, легкой атлетикой И прекрасно плавал Поэтому даже упав в воду Алексей должен был выбраться А после получения информации, что 13 февраля В том районе, где находился актер Откололась льдина Следствие вообще зашло в тупик И на сегодняшний момент Спустя много лет Достоверно неизвестно, что же случилось С популярным артистом Алексей Осипов не дожил до своего 38-го дня рождения Ровно 5 дней Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова